МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Над правом конституционным иметь каждому нашему соотечественнику благоприятную окружающую среду. Несмотря на то, что государственная программа охраны окружающей среды с 2012 по 2020 год, которая у нас идет, неплохо выполняет с точки зрения финансовых привлечений 150 миллиардов рублей федеральных и 700 миллиардов в небюджетных средств. Мы видим, что вызовы экологические сегодня настолько резонансны, что мы не можем о них не говорить. По-прежнему, если посмотреть на все то, что выбрасывается сегодня в атмосферный воздух, мы видим те цифры, которые сегодня, по большому счету, не имеют той динамики, к которой мы стремимся к понижению. Мы где-то так на уровень 31 миллиона тонн и с вами находимся. Если посмотреть все, что мы сбрасываем сегодня, и в том числе водные наши объекты неочищенных стоков, то это тоже впечатляет. Там уже речь идет о 43 миллиардах кубометров. То есть мы в этом ключе с вами имеем сегодня реальные угрозы, которые необходимо решать. Если взять твердые бытовые отходы, то здесь и потребление производства мы видим нарастание до 5-4 миллиардов тонн в год. Вот мы с вами, депутаты, конечно, с усилием, в первую очередь, министры и министерства приняли за прошлую сессию и уже в этой сессии те законы, которые позволяют нам говорить о том экологическом каркасе, который может решить главную заповедь конституционную. 219-й, 458-й законы являются 415-й лесной теми балансами, теми держателями, скрепами этого каркаса. Но мы с вами видим, что взяли, отступили по 458-му на два года, хотя он абсолютно большинство вопросов решал, выводя на региональный уровень, создавая систему полномочий, решая многие стимулирующие системы для планового развития программного решения этого задачи. 219, о котором мы здесь говорили, может тоже наступить такая ситуация, что мы отодвинемся. Этого нельзя допустить депутатам, потому что против этих базовых законов, конечно, целая система олигархии, которая хочет сбрасывать и выбрасывать и получать только соответствующие деньги. Если говорить о недропользовании, это богатство страны, мы с вами в мировом плане все имеем на самых высших строчках, но опять зависимость нашей страны с точки зрения, ну, сейсморазведка 90, электроразведка 70, даже бурение 30 процентов. Вот здесь импортозамещение, здесь необходимо принимать на стыке министерства депутатам соответствующее решение, чтобы эту задачу решать. Если взять вопросы водопотребления, мы тоже здесь увидим с вами нашу уникальность. Мы с Бразилией являемся держателями на человека больше всего кубометров воды. Но если посмотрим расходы на единицу продукции в сравнении с Германией, Францией, у нас в два раза больше. Если транспортные потери, то здесь тоже много вопросов. А если 64 тысячи гидросооружений, которые имеем, из 100 из них более 100 судоходных, их состояние, тоже много вопросов. Если говорить о лесе, сегодня много об этом говорили, то здесь тоже проблема от пожара до всего другого. Но хочу еще раз сказать о предложении Франции КПРФ. В экологии нам необходимо заниматься экологическим аудитом, экологическим страхованием, охраной почвы. Это главный ресурс природы нашей. Если говорить сегодня о кадровых системах, они, конечно, в нашем министерстве имеют правильно красивый генеральский мундир, но нищенскую зарплату полномочий. Это задача наша с вами. Мы не раз на крупных всероссийских совещаниях об этом говорили. Вопросы образования экологического. Коммунисты всегда поддерживали уникальность нашей природы, ее чистоту, борьбу с теми хамами и хулиганами, которые позволяют разбазаривать наше богатство. Давайте все вместе все сделаем для того, чтобы поддержать год экологии и усилия министерства, и нашего депутатского корпуса. И у нас будет получаться с вами еще лучше та работа, которую мы вместе организовываем. Редактор субтитров А.Семкин